Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Ирина Кузина, и это специальный выпуск программы «Прямой эфир». У нас сегодня в студии президент Нотариальной палаты Тверской области Денис Ефимов. Денис Александрович, я рада вас приветствовать в программе. Еще раз приветствую. Здравствуйте. 27 сентября на сайте Нотариальной палаты Тверской области была размещена информация о том, что мобилизованные граждане получат льготы на нотариальные услуги. Поясните, пожалуйста, что это значит? После того, как объявили о мобилизации, в течение какого-то времени количество нотариальных действий у этих граждан, соответственно, начало увеличиваться. Проанализировав ситуацию, посмотрев, какие нотариальные действия необходимы им, с 26 сентября мы приняли решение о предоставлении льгот в размере 100% по уплате услуг правового технического характера для граждан, которые призваны по мобилизации на прохождение военной службы. Эти льготы мы распространили начиная с 21 числа, со дня, когда была объявлена мобилизация. На сайте разместились мы 27 числа. На данный момент совершено уже достаточно большое количество нотариальных действий, как на местах, так и в пунктах временной дислокации, с выездом, либо непосредственно на нотариальных конторах. Давайте поясним нашему телезрителю, можно ли подробнее поговорить, на какие нотариальные действия будут распространяться выше упомянутой льготы. В первую очередь, это доверенности. За исключением доверенности в порядке передоверия. Это наиболее востребованные нотариальные действия на данный момент среди мобилизованных наших граждан. Второе, это завещание. И третье, это воля изъявления. То есть согласия, отказы. Завещания тоже, соответственно, все, за исключением, где предусматривается создание наследственного фонда, либо совместного завещания. То есть это те нотариальные действия, которые мы считаем, что они социально значимы на данный момент. И в принципе, более чем, как вот по этим нотариальным действиям, особо обращений нет. Вы сказали, что вы езжаете в пункты временной дислокации. И поясните, чем вы там занимаетесь, какие вопросы вам задают, как себя чувствуют там люди. Ну, мы выезжаем, в первую очередь, для того, чтобы оказать гражданам юридические услуги. То есть, в первую очередь, это в совершении нотариальных действий. Но в процессе разговора, в процессе обсуждения, что гражданам нужно, что им лучше сейчас совершить. Естественно, мы оказываем определенные юридические услуги в плане консультации. То есть, иногда после консультации гражданам приходят к выводу, что, в принципе, мы эти нотариальные действия и не нужны. Либо, наоборот, меняют что-то, соответственно, полномочия меняют в доверенности. Таким образом, нотариусы сейчас ближе всего и больше всего работают с мобилизованными гражданами. Когда становится понятным, что нужно все-таки в нотариальную палату прийти, как вы принимаете, где вас можно найти, позвонить или сразу на прием записаться? Ну, мы непосредственно работаем как с представителями Министерства обороны, так и также с родственниками. Родственники, соответственно, могут позвонить как любому нотариусу, в зависимости от нахождения пункта временной дислокации. Либо, что довольно-таки часто, они звонят в нотариальную палату, и мы им, соответственно, оказываем помощь, ищем нотариуса, чтобы он смог выехать для совершения нотариального действия. Либо работаем с представителями Министерства обороны на местах, чтобы они, соответственно, их сорганизовали, и мы могли к ним уже приехать, либо, наоборот, они, соответственно, приедут к нам. То есть, эта работа идет, она идет непосредственно и сейчас, и каждый день, я думаю, что в среднем мы принимаем человек по 40-50. А вот если семья находится где-то в муниципалитете, в далекой точке? Ну, у них есть возможность приехать. У нас пункты временной дислокации находятся в основном все в городе Твери. Если граждане хотят приехать, и им нужна эта услуга, то, в принципе, мы ее окажем. Они позвонят, либо нотариусу, либо нотариальную палату. Нотариус сможет выехать к нашему гражданину, который будет находиться в этих пунктах временной дислокации. Со стороны руководства в этих пунктах никаких препятствий не создается. Наоборот, все помогают, понимают, что командировки, выезды достаточно длительные. И есть те вещи, которые необходимо будет сделать гражданам в этот период. У кого-то бизнес, у кого-то имущество, которое требует постоянного контроля, либо ухода, управления этим имуществом. В общем-то, для этого нужна, действительно, доверенность. Денис Александрович, что Вы рекомендуете сделать мобилизованным перед отправкой в учебный центр? Ну, нужно разобраться со своим имуществом, на мой взгляд. То есть, требует ли оно управление, не требует ли оно управление. Обратиться, может быть, за консультацией к нотариусу, либо к какому-то знакомому юристу. То есть, как лучше управлять и распоряжаться своим имуществом. При совершении нотариального действия нотариусы всегда оказывают бесплатные юридические услуги, которые необходимы для того, чтобы гражданин разобрался, какое нотариальное действие ему лучше совершить. Наиболее востребованное действие сейчас при частичной мобилизации – это доверенности. То есть, примерно 85-90% – это доверенности. Разные доверенности есть. Они связаны как с распоряжением имуществом, или с получением денежных средств, то есть, выполнением различных поручений. И процентов 10 остается на остальные нотариальные действия. Какие нужно принести к нотариусу документы мобилизованному? В первую очередь, это, естественно, документы, устраивающие личности. То есть, любое нотариальное действие может быть совершено, когда человек предоставит документы, устраивающие свою личность. Это паспорт, либо в случае с военнослужащими, если паспорта уже нет, соответственно, это военный билет. А набор документов для завещания такой же? Такой же набор документов. То есть, в первую очередь, нужно, конечно же, удостовериться в личности, обсудить с человеком, что он хочет завещать, какое имущество. Предъявление документов на имущество в этом случае не требуется. Как и предъявление каких-то документов на лицо, которому будет завещаться, тоже не требуется. То есть все достаточно сказать со слов. Но главное, чтобы это было без ошибок. Поэтому, если у вас будут фотографии в телефоне, эту информацию, соответственно, мы можем посмотреть и оттуда. Вы там укажете, какое имущество необходимо завещать. Нужны ли документы на недвижимость в выписке из ЕГР? Ни при доверенности, ни при завещании не проверяется принадлежность имущества. Вдруг человек ошибочно посчитал, что имущество принадлежит только ему. А потом выясняется, что на самом деле это не так. Это ничего страшного. В процессе выполнения полномочий своих по доверенности поверенные. Если окажется, что это имущество ему, гражданину, не принадлежит, ничего не произойдет. То же самое касается и завещания. Если человек завещает то имущество, которое в дальнейшем будет продано. Либо, соответственно, наоборот, то имущество, которое он в дальнейшем предполагает приобрести. На момент оформления наследственного дела это имущество либо войдет в наследственную массу, либо не войдет в наследственную массу. В связи с тем, что нотариальные услуги могут понадобиться мобилизованным гражданам в довольно сжатые сроки, каким образом сейчас обеспечивается оперативность предоставления таких услуг? Вы уже немного рассказали, как работаете, например, с жителями муниципалитетов. У нас созданы в каждом нотариальном округе дежурные нотариальные конторы. Даже там, где она одна, маленький наследственный пункт, нотариус там работает в рамках дежурной нотариальной конторы. То есть он принимает мобилизованных граждан без очереди. Они предоставляют паспорт, повестку и, соответственно, проводим консультации, делаем те нотариальные действия, которые он посчитает необходимым. Это и в Твери, это и в маленьких населенных пунктах. То есть везде все это организовано. Летом, когда мы с вами встречались, вы говорили о том, что вы еще оказываете услуги людям, которые прибыли с территории Донецкой Народной Республики, с территории Украины. Те люди, которые сейчас являются переселенцами и кому мы оказываем всяческую помощь. И с вашей стороны было много вопросов, которые вы готовы были на бесплатной основе пояснить и, в общем-то, дать определенные какие-то корректировки в действии для того, чтобы улучшить жизнь этой категории людей. Вот поясните, что вы успели сделать, чего добились. Работа проведена очень большая. Конкретно, то есть по цифрам, я думаю, что мы лучше обсудим это в конце года. Но это там не одна сотня, соответственно, не одна тысяча нотариальных действий сделаны за этот период. Мы оказываем гражданам, которые покинули территорию Украины в экстренном порядке, услуги с предоставлением льгот в размере 100% освобождаемых услуг правово-технического характера. В первую очередь, это то, что им необходимо. Это легализация здесь, соответственно, это полность подписи переводчика. Они переводят свои документы, паспорта, свидетельство о рождении, свидетельство о браке и прочие документы. Либо делают копии нотариальных этих документов, соответственно, и предоставляют их в различные органы. Работа эта не прекращалась ни на день. Возможно, сейчас стало поменьше этой работы. И мы перешли больше на наших мобилизованных граждан. Сейчас основной пик этой работы. Но, тем не менее, все равно она есть. Она присутствует. Может быть, что-то будет скорректировано. В счет того, что у нас появились новые регионы, соответственно, республики новые, новые области. После референдума. После референдума. Посмотрим, соответственно, как будет это регулироваться законодательством. Ну и внесем свои коррективы. Основная цель, конечно же, помочь нашим гражданам, которые оказались в сложной ситуации. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию и ответили на все вопросы. Спасибо. Это была программа «Прямой эфир». С вами в студии была Ирина Кузина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова